Олег Митраков. Какая психология масс формировалась сегодня в посткоммунистическом обществе России? Что на это повлияло? Какого развития ожидать от этого общества в дальнейшем? Олег, ну, психология выживания, в общем, все это было направлено, и пропагандистская кампания была на это направлена, нормальный, здоровый человек, которому с самого начала, там, с 2000 года сообщают, что ты больше не свободный человек, выбирать ничего не будешь, кого назначат, тому и радуйся, и он принимал это, психически здоровый человек, но это включение механизмов адаптации. Большинство населения подвержено пропагандистской кампании, гипнотической пропагандистской кампании. Ну, вот сейчас мы наблюдаем очень интересный процесс такой, процесс отрезвления. Все больше и больше людей переходит в категорию тех, кто недоедает просто. Там, 30 миллионов недоедающих скоро превратится, там, в 40, потом в 50, и все это довольно быстро происходит. Отсоединение России от мировой банковской системы уже происходит. Торговать с Россией, ну, просто боятся. Тут пытались ограничить импорт, уже не надо ограничивать, уже банки перестают финансировать западные компании, у которых бизнес с Россией, потому что они боятся попасть под санкции. Вот, а бизнес без кредитов, без денег, на которые покупаются продукты и товары, а потом возвращаются банку, ну, бизнес так не может работать, иначе не может работать. Значит, бизнесу нужны кредиты. И это значит, что вот это вот сокращается кредитное плечо. То есть, можно, компания будет закупать что-то за собственные средства. И запасы существенно сокращаются, и любые... Возникает такая ситуация повышенных рисков. Любые сложности с товарами, с продуктами будут превращаться в перебои в поставках. Вот эти эксперименты с уничтожением товаров, значит, ну, вот любой серьезный шаг, любое серьезное действие будет приводить к перебоям. Хлеб будет исчезать, зерновые поставки, там, поставки продуктов питания. Вполне возможно. То есть, мы переходим в область повышенных рисков. В этих условиях, так сказать, что там, соль, спички, гречку надо закупить на всякий случай. Я тут даже, честно скажу, полазил по сайтам, посмотрел, что у нас с тушенкой. По каким ценам ее продают, какая самая дешевая. Это небольшой запасик, ну, мало ли что они там еще придумают. То есть, каждая дурь, которую они теперь будут придумывать, она может сказаться на синхронности поставок продуктов питания в страну. Это серьезно, это очереди. Ну, все как в 87-м, 8-м, 9-м году. Эти ребята, ну, они совсем без мозгов в Кремле. Они приближают свой конец собственными руками. То есть, они создают условия, придумывают провокации, создают условия для того, чтобы, ну, возбудить народ, возбудить и заставить просто думать уже о самовыживании, не о свободах там каких-то там правах, избирательных правах, просто о самовыживании. Мы приближаемся к моменту, когда от граждан России будет зависеть от их активности не, там, даже уровень жизни, а просто выживание. Придумали с этими эффективными протестами. Теперь они знают, как от бедного Навального избавиться, потому что и он перестал слушаться, он уже там считает себя известным политиком. И ребята, которые ему поверили, которые создают теперь самостоятельное движение, независимые, они уже стали серьезным фактором. Это уже там вот не новое величие провокации, которые делали спецслужбы, чтобы отчитаться. Это уже реальные молодежные объединения. Там я в партии «Западный выбор» получил уже от четырех молодых людей, которым не исполнилось 18 лет, заявление и требование создать такое региональное движение или молодежное региональное движение, или хотя бы внутри партии молодежную фракцию. Они сами себе эту веревочку вьют, кремлевские ребята.